Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать, как я придумала делать цветочки из зефирного фоамирана по самой-самой простой технологии. Цветочки можно сделать один и потом собрать в три. Я покажу технологию выполнения одного такого цветочка. Для изготовления одного такого цветочка нам понадобится отрезок фоамирана прямоугольной формы с шириной абсолютно различной. Я предлагаю ширину 4 сантиметра, а длину около 14. Для примера, вот этот цветочек шириной 5 сантиметров, длиной 10. 5 и 10. Итак, мы берем полоску фоамирана, складываем пополам по длине и приклеиваем вот эти вот края. Каким образом? Зажигалкой, свечкой можно, а свечки. Итак, мы нагреваем края и вот так их слепляем. Они совершенно спокойно слепляются вот таким образом по всей длине. После того, как мы склеили по всей длине, мы смотрим, проверяем, все ли у нас хорошо склеилось. Если где-то склеилось не очень, мы еще подклеиваем до необходимого состояния. Итак, мы склеили вот такую полоску. Вот у меня получилось немножко неровно. Ничего страшного, эта неровность потом уйдет. Покажу как. Дальше мы берем в руки ножницы. Ножницы у меня вот такие, им очень удобно резать. В принципе, подойдут любые. Мы отрезаем вот так краешек, примерно под углом 45 градусов. Так что вот эта часть немножко была прямой, потому что мы потом будем закручивать. Итак, отрезав кусочек, мы начинаем резать. Примерно один миллиметр. Можно, вот плохо получилось, можно побольше. После того, как мы нарезали вот таким образом, причем вот здесь у меня один угол, а дальше он немножко меняется. Ничего страшного. Сколько здесь оставлять? Примерно 3 миллиметра 4. Вот, дорезали до такого участка. Делаем следующий надрез крайний и отрезаем так, чтобы была небольшая ножка. Что делаем дальше? А дальше мы скручиваем. Скручиваем просто без клея, без зубочистки. Просто скручиваем этот цветочек со собой до самого края. И так я скрутила. Скрутила вот до конца. Просто скрутила, ничего не клея. Теперь я беру зажигалочку, нагреваю вот этот край и приклеиваю его к цветочку. Дальше. Если сейчас мы оставим конструкцию в таком виде, то она может вылезти. Поэтому мы нагреваем попку и вот так пальцем ее подравниваем. В результате квадрат не только склеивается, но еще выравнивается вот это вот основание. Вот для сравнения. Такой цветочек. Видите, здесь больше получилось, потому что здесь больше длина 15 или 16. Здесь 14. А вот такой цветочек, он 5 на 10. Поэтому он совсем тоненький. Но их три и смотрятся они вполне прилично. После того, как мы все это приклеили, мы этот цветочек раскрываем, находим серединку. Итак, я ищу серединку. И эту серединку я должна закрыть. Чем? Вот у меня даже тут дырочка получилась. Чем? Можно закрыть бусинкой. Это бусинка ежевика. Да, она по цвету отличается. Можно закрыть бусинкой ежевикой розовый. Тоже очень красиво. Можно сюда прилепить помпончик беленький или помпончик розовый. Можно вот такую прилепить полубусинку. Очень красиво. Все, что я сейчас показала, бусинки, они продаются в ленте на втором этаже. Или вот такую маленькую полубусинку, что тоже очень красиво. Вот в этих своих цветочках я прилепила горячим клеем вот такую полубусинку. Мне показалось, из всего того, что у меня есть, наиболее красиво. Тем более, что цветочки у меня такие не очень густые, как, например, вот здесь. Или как вот этот цветочек. Он еще более густой. Вот. Я и склеила три цветочка. Всем здоровья, творческих успехов и хорошего настроения. Спасибо.